Приветствую вас и, как вы, наверное, уже поняли, за последнее время нашего с вами общения ну, вошелся определенный стереотип Определенный стереотип, связанный с тем, как работаю я и с тем, как вы представляете свою информацию да, то есть у вас идет какой-то текст, потом идут вопросы или по ходу текста я выделяю что-то еще сам Всем хорошая, хоть и в некоторой степени можно назвать ее ноу-хау потому что я не видел, чтобы люди так работали по крайней мере я не видел вот, и она мне казалась очень хорошей и эффективной до тех пор, пока вы не прислали вот это вот письмо последнее где я понял, что, наверное, от привычной модели работы придется отказаться Почему? Да потому что то, что вы написали вначале о причинах того, почему у вас пропало доверие и почему вы перестали хотеть своего мужа, воспринимать его как мужчину в принципе мы с вами это уже обсуждали в принципе мы с вами об этом говорили и поскольку сказано было много, то я мог бы вам сказать что-то еще я мог бы еще как-то расписать эту ситуацию но боюсь, что буду повторяться повторяться мне бы не хотелось но тем не менее, поскольку текст есть я бы хотел по нему пройтись и, пожалуй, рассказать вам о том, что вы пишете с самого начала в тот момент, когда у вас пропало доверие к мужчинам пропало влечение к нему, желание к нему и так далее значит, поскольку мужчина у вас на тот момент ассоциировался с чем-то негативным он у вас на тот момент ассоциировался с чем-то для вас безвыходным, безысходным негативным, резко негативным то я полагаю, что купе с его недостатками, на которые вы закрывали глаза раньше все это привело к тому, что вы и морально, и физически его перестали ответить классическая схема, когда в начале отношений люди думают, что на какие-то недостатки можно закрыть глаза а потом эти недостатки дают о себе знать в очень резкой, грубой форме классическая ситуация коснулась и вас ну, и что сказать вы были молодыми вы были, может быть, недостаточно мудрыми я имею в виду вы оба, не только вы лично и, собственно говоря, это привело к тому, что у вас есть сейчас своему мужу вы доверяете но это доверие, оно не полно я впервые скажу вам о том, знаете, то, что вы написали в самом конце потому что это важнее в самом конце написали, что, значит, вы верите ему, что он много для вас делает но он у нас не говорит, что ничего не изменилось и он знает, что будет делать то есть есть у вас к нему доверие вы видите, что он что-то для вас делает но, тем не менее, он не готов судя по всему бороться он не готов выступать для вас опорой и в тот момент, когда он говорит, что у вас все вас на вас по-прежнему вы чувствуете, что он вас бросает вы чувствуете, что он вновь вас предает и вы не можете опереться на него я честно скажу вам о том, что этот момент является, если не ключевым то, как минимум, очень главным очень важным дело в том, что мужчине, конечно, самому тяжело он знает, что вы испытываете определенную проблему в тем, ну, включением к нему он знает, что вы не хотите его он это чувствует он не может этого не чувствовать и, вот, если вспомнить все, что мы говорили то, как он вас любит, то, как он вами дорожит то, что он сейчас делает делает, все меняется все это говорит о том, насколько вы ему важны так вот то, насколько вы ему важны и определяет его и определяется как он реагирует то есть, его реакция на вас определяется степенью вашей важности для него и когда он говорит, что ничего не изменилось мне это видится как обида обида на вас и обида на себя но в первую очередь обида, конечно же, на вас почему? потому что он, мужчина привык, что виноваты вы не он, вы и когда дело касается секса у мужчины очень эээээ выраженно становится чувство достоинства самолюбия и так далее у мужчин, оно вообще выражено это достаточно сильно а если говорить про секс то в два-три раза сильнее и понятно, что мужчина во всем и не в вас мол, вы виноваты но в действительности это, конечно же, не так и я думаю, что основной момент заключается в том что ваш муж не позволяет вам полностью полностью ему доверять ваш муж не позволяет вам как бы полностью расслабиться и полностью довериться ему именно как женщина потому что он говорит что все стало так что ничего вообще говоря не изменилось и вы чувствуете, что вновь повторяется та самая переломная ситуация вы вспоминаете вы вспоминаете то, как было тогда каждый раз, когда он говорит так да, он не добавляет что в его проклятие но не нужно в общем-то не нужно быть телепатом чтобы понять что скорее всего он об этом думает он об этом думает потому что ведь когда он чувствует что есть определенные проблемы в сексе это выставляет его неполноценным это выставляет его ну не совсем активным да а мужчина хочет чувствовать себя альфа самцем и в этой ситуации в этой ситуации первое что вам нужно сделать это сказать ему вот вообще говоря просто спросить как он вас сейчас на данный момент воспринимает то есть кто вы для него ну жена понятно мать его мать его мать его детей в принципе тоже понятно считает ли он вас по-прежнему виноваты в каких-то неудачах если да то почему понимаете мужчине мужчине необходимо и желательно донести правильно то что именно вас напрягает не знаю в курсе ли вы или нет но у женщин возбуждение находится в голове то есть вы не возбуждаетесь не хотите своего мужа потому что у него есть ряд недостатков но эти недостатки физиологические и с ними можно что-то сделать у вас еще и эмоциональный блок стоит это блок невозможно расслабиться полностью донесите до своего мужа вот просто спросите его хотел бы он чтобы вы испытывали к нему желание он наверное скажет что хотел бы тогда важно и нужно сделать так чтобы вы были полностью расслаблены женщина не может испытывать орган она напряжена когда она не чувствует себя в силах полностью своему мужчине довериться когда он говорит так как он говорит да его правду у нас ничего не изменилось вы пишите что доверия уже мало становится правильно доверия становится мало и вот эти моменты мужчине нужно донесить что вам кажется что он вновь вас обвиняет обвинение не есть те средства которые можно использовать для достижения какого-либо компромисса если что пожалуй здесь мы перейдем к более ранней части и скажем так что ваша болезнь она началась какое-то время назад она началась гораздо раньше встречи с мужем она началась гораздо раньше чем скажем ваша активная жизнь личная там сексуальная и так далее и вы не можете нести ответственность не можете чувствовать себя виноватым за то что было не по вашей вине чувство вины также мешает вам расслабиться полностью то есть вы в сексе из-за того что чувствуете вину хотите доставить удовольствие своему мужу хотите удовлетворить его природу то что ему надо и сами не даете себя расслабиться чувство вины обычно в таких случаях следует говорить что когда человек испытывает его это чувство вины он пытается нести ответственность за то с чем он ответственность нести не может при этом не неся ответственности за то с чем он нести ответственность может в вашем случае это не так в вашем случае вы несете ответственность за то что вы можете но при этом вы силу своей особенности о которой мы говорили да раньше если помните вы берете на себя больше чем нужно так вот эмм чтобы чувствовать себя женщиной большой буквы я имею ввиду женщины как как партнер в интимной жизни вам нужно перестать пытаться брать на себя ответственность за то что от вас не зависит спросите себя вы виноваты в этой болезни нет муж первый вас заразил да ваш второй муж Игорь знал что этот знак да значит никакой ответственности у вас нет на вас нет вины за то что у вас есть ряд особенностей которые случились не по вашей вине и которые осложняют вашу сексуальную жизнь можно привести ряд примеров когда люди действительно несут ответственность за свое не здоровое состояние и при этом совершенно при этом совершенно не заботятся об этом почему такие люди безответственные вам нужно нести ответственность в том что вы можете действительно изменить вот вы можете исцелиться от своей болезни как вы говорите вот об этом и нужно думать все остальное не ваша вина дальше мужчина значит мы с вами сказали что мужчина нужно донести что ему нужно быть упорным ему нужно знаете как не один раз давайте скажем так вот вы были сестры так вы высказали ну скажем так недоверие сомнения мужа теперь мужчина много делали того чтобы вас вернуть вы это видите но тем не менее у него не хватает упорства почему у него не хватает упорства в силу своей безинициативности в силу своих страхов в силу неуверенности в себе в силу чего бы то ни было с чем почему человеку не хватает упорства этого этот вопрос самый важный упорства не хватает тогда когда человек либо не уверен в себе либо не имеет достаточных стимулов для того чтобы идти к цели чтобы завоевать истинное доверие женщины нужно время и время большое с учетом вашей истории мужчины к этому ну желательно подготовлен подготовлен быть мужчине к этому потому что если нет будет такое вот разочарование дальше когда мужчина говорит вам о том что у вас все осталось по-прежнему он как бы объяснивает то что вы делаете он обесценивает что вы стали например мягче что вы стали там добрее что вы стали лучше он это обесценивает весь вопрос в том насколько он понимает то что он говорит вообще говорят что вкладывает человек в то что он говорит какое значение понимаете а в общении в общении вообще в речи очень много контекстов очень много значений смысл у слова один а значений очень много и человек сам он порой значение не может вычислить вычислить выделить те значения которые он складывает в ну в тот кто говорит поэтому я стараюсь в своих записях максимально раскрывать контекст максимально делать его понят чтобы не оставалось каких-то недопониманий чтобы вам было все понятно а вот человек оставляет некую некую свободу для трактовки для трактовки того что он говорит потому что это его фраза может значить как то что ему больно он мучается от того что не может доставить вам удовольствие не может сделать так чтобы вы его хотели и это может означать что он обвиняет вас что вы виноваты во второй случае конечно не является правильным потому что вы не виноваты может может быть раньше в чем-то вы делали ошибки но сейчас я думаю все согласят с тем что вы делаете ну исчерков возможно для того чтобы наладить отношения значит предположим что мужчина переживает из-за того что не может доставить вам удовольствие не может ну я такое слово использую для простоты заставить вас его хотеть но это означает что он не хочет не насильно вас заставляет а именно не может вызвать у вас желание это его его разочаровывает и вот здесь как раз и ключевой момент ведь знаете я об этом когда-то уже говорил сила мужчины в том чтобы признать поражение сила мужчины не в том чтобы выиграть не в том чтобы отдержать победу не в том чтобы стать первым сила мужчины в том чтобы признать, что он чего-то не смог. Так вот, вашему мужчине нужно, в первую очередь, принять это, что на данный момент вы его не хотите, то на данный момент все осталось так, как может быть было. В чем именно? И тут вопрос, еще один вопрос в контексте. Вы изменились в своем отношении, да, но вы по-прежнему его не хотите. И это, возможно, и означает, сразу ничего не изменилось, все как прежде. То есть, как прежде вы его не хотите. Это момент. Но простите, у мужчины есть все же моменты. Брезгливость, например, не желание вас целовать и так далее, определенная грубость, как японский и так далее. И эти моменты тоже очень важны. Если говорить о том, как бы вот вы здесь много пишете в конце текста, я почему конец текста взял там, потому что, ну я объясню, почему дальше. Сейчас я работаю с ним, вы потом поймете, почему. Так. Значит, вы пишете, вот не знаете, в чем нужна ему помощь. Вы знаете, человек действительно сам не всегда понимает, в чем ему нужна помощь. Но он знает, чего он хочет. Мужчина хочет вас. Хочет, чтобы вы хотели его, прошу прощения за таптологию. И этого он не получает. И вот помощь психолога как раз таки заключается в том, чтобы вместо с человеком наметить пути достижения того, чего он хочет, ваш мужчина. Ну, пути более эффективные, чем те, которые он использовал рано. И это означает, что на других путях присутствует блок. Какой блок? Брезгливость, нежеланная восстановость, без инициативных. И отсутствие как такового упорства. Могут быть повышенной эмоциональность. То есть, говорить вот этой вот фразой, что у нас ничего не изменилось, что как плечо, даже если это действительно так, женщине нельзя. Нельзя. Потому что женщина более мнительна, чем мужчина. И даже если ваш мужчина действительно мнительна, более мнительна, чем вы, это не повод говорить вам такие фразы. Просто потому, что они очень больны, они очень задевают. И они действительно лишают вас доверия к нему. Значит, здесь именно эти аспекты требуют проработки. Понимание того, что, чтобы вам расслабиться, нужно время. И чтобы вам захотеть мужчину, чтобы вы хотели его. Это порыв. И для порыва нужны определенные условия. И в первую очередь, это образ мужчины. Ведь женщина, еще раз повторю, хочет не глазами, как мужчина. Женщина хочет сознания. И если вы, своего мужчину, захотите, то это будет только в том случае, когда и если, ну, вы не будете видеть никаких негативных моментов в нем. Или позитивные моменты будут перевешивать негативную. Ну, потому что, понятно, недостатки есть у каждого. Так вот, на данный момент, недостатки вашего мужа, к сожалению, все еще перевешивают. Они перестали перевешивать в эмоциональном, психологическом смысле. Но в сексуальном, там, где все гораздо более чувствительно, гораздо более интимно, все еще перевешивают. И в первую очередь, на это оказывает влияние то, как мужчина себя ведет, то, как он себя преподносит, и то, как он реагирует. На неудачи женщины, на неудачи, нужно реагировать стойко, стойко. Мужчина, реагирующий стойко, мужчина, имеющий выдержку, мужчина, не дающий себе слабости, и вызывает у женщины восхищение. А там, где восхищение, там, где восхищение, там и страсть, там и влечение. Вспомните себя. Вспомните, как вы на мужчину смотрели, когда вы были партнерами. Здесь мы постепенно переходим к первой части. Вспомните, у вас страсть была, потому что вы видели в нем успешного, сильного мужчину, и вам на недостатки было плевать. Почему? Потому что они не были достаточно серьезными. Сейчас вы, мужчину, таким не воспринимаете. У вас просекывали такие фразы, как «беспроспективный», «бесинициативный» и так далее. Сейчас он инициативу вроде бы проявляет. Но, во-первых, на то, чтобы образ изменился на подсознательном уровне в нужном времени. Во-вторых, такие фразы, одной такой фразы достаточно, чтобы тот привычный образ вернулся в нос. Ну, надеюсь, не нужно говорить, что все усилия, которые были предприняты, они все пропадают в стыне из-за такого отношения, из-за такой реакции. Соответственно, это плохо. Теперь, дальше. Почему я выбрал для начала третий страт и третий пункт? Потому что в нем кроется психологическая основа. Психологическая основа того, над чем работать вам дальше. Если мы определили, что у мужа есть определенные моменты, некоторые проблемы, которые мешают вам его хотеть, то здесь и в этом кроются ключи к работе. И теперь, когда мы эти ключи разобрали, мы переходим к следующему пункту. К пункту, который вы описываете, как, ну, в виде своей болезни, в виде того, что вы никогда не испытывали наслаждения от секса. И здесь мы вступаем на ту почву, которая, ну, вообще говоря, не является моей какой-то вот прямой, так сказать, профессиональной сферой, потому что бытует мнение, что сексия очень легко навредить. Мне бы этого не хотелось. Но, тем не менее, я сейчас подстрахаюсь дать вам определенную информацию. Надеюсь, она вам поможет. Во-первых, то, что вы не испытывали наслаждения, не говорит о том, что вы фригин. Фригин женщин не бывает, в принципе. Это уже известный факт. Не бывает фригин, фригин, фригин женщин. Как и не бывает сперматоксикоза, например. Это выдуманные болезни, мифические, мифические болезни, призванные оправдать в случае с фригинностью невозможность, невозможность, невозможность мужчины посадить на волшебство девушки, а в случае с сперматоксикозом невозможность мужчины жить без секса. Ну, как говорится, на какие ухищрения люди не повернутся, лишь бы только оправдать свою возможность или невозможность чего-либо сделать. На протяжении всей истории люди так поступали. И это не исключительно. Итак, фригинность. Это миф, и вы не фригин. То есть любая женщина может испытать орган. Другое дело, что не каждая женщина знает свою точку G. Точка G, это, если вы не знаете, такая точка, воздействие на которую пробуждает женщины желание. Грамотное воздействие на точку G позволяет довести женщину до такого состояния, что ей будет уже все равно, ну, кто с ней рядом. И так далее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, мне бы хотелось затронуть вот какой момент. Как вы упоминали в первом пункте, что вы делали все сами в постели. И делали через всю речу даже много. Полагаю, что это тоже ваша привычка. Как у вас, так и у мужчины. И мужчина привык, что вы делаете все сами. Он привык, что вы принимаете его бизнеса откинувшись. Ну, а вы, соответственно, привыкли тоже не проявлять инициативу. И сейчас, когда ситуация немного меняется, вы, возможно, чувствуете себя не в своей тарелке, потому что, ну, вроде бы как, вы принимали своего мужчину, да? Вроде бы как вы выступали инициатором, а спели друг перед садом. Может быть, чувство вины. Если оно есть, то прошу над ним поработать, его понять и для себя решить так. Женщина, будучи носителем женского начала, не является активным началом. Активное начало, это мужское, она же у женщины в природе, в природе. Начало пассивное. И именно в этом, в пассивном положении, в плане секса, женщина находится в естественном образе, в естественном положении. Возможно, именно потому, что вы не привыкли быть в пассивном образе, но своим мотивом, вы не можете до конца, до конца раскладывать. Вам все время кажется, что вы должны что-то делать. И эта мысль не позволяет вам полностью отпустить ситуацию и позволить мужчине все делать самому. А себе действовать исходя из ваших порывов. Это очень важный момент. Если так и есть, то очень рекомендую вам на него обратить внимание и, ну, как бы через себя пропустить и учиться в пассиве быть именно пассивным началом. Это не значит, что вы не должны ничего делать, но мужчина выступает инициатором. А вы, как бы, принимаете его ласки и отвечаете на них. Если хотите. А если не хотите, не чувствуете этого желания, то не от себя отвечаете. Секс – это не принуждение. Секс – это одно из самых ярких выражений свободы человека. Ну, изначально. Поэтому, если вы там себя будете принуждать, а вы у меня такую черту, что принуждать, и, может быть, даже не осознавая этого, то никакого удовольствия, понятно, вы не получите. Это первый важный момент. Теперь переходим к точке G. Значит, что касается этой точки. Если честно, не хотелось бы тратить ваше время впустую, но я не имею представления о том, что вы знаете относительно особенностей женского тела, именно секса, что вы не знаете. Поэтому приглашу вам такой близкий рик небольшой, небольшой. Мужчина возбуждается очень быстро. И его возбуждение, так же, как и наслаждение, оно одинаковое. Оно одно. Оргазм мужской одного типа. Возбуждение мужчины подобно, знаете, такой вот прямой линии. Это прямая линия. Возбуждение женщины совсем не такое. Возбуждение женщины медленно, ламино-образное. И оно разное. Женщина будет испытывать вот что-то около шести или девяти видов оргазма. Отличие от мужчины. Так, представляете, какое разнообразие. Еще раз повторю, я не сексолог. Поэтому всех моментов я могу не знать. Но, тем не менее, это факт общепринга. Вам, ну, вы можете убедиться в этом, почитався архествующую литературу. Мужчина, вообще мужчина, мы сейчас не говорим даже про вашего мужа. Мужчина в постели, если его не заботит, женщина его женщину, считает, что она испытывает такое наслаждение область, как и он. И возбуждается она так же. И если мужчине нравятся резкие, допустим, движения, там, резкие ласки, то и женщины тоже. это главная ошибка. Все ключевые женские точки, я имею ввиду, точки удовольствия, очень нежные. И чрезмерное воздействие на них действительно снижает. поэтому, если мужчина интенсивно действует, то женщина никакого удовольствия не получает. Кроме того, надо сказать, что для возбуждения женщине в обязательном порядке требуется предварительная ласка. Вплоть до получаса. Иногда больше. Это ласки шеи, это ласки там, груди, живота, спины. Ничего не относится непосредственно к сексу. Причем, важно понимать, что возбуждение женщины происходит, еще раз повторю, не так, как возбуждение мужчины. Когда происходит ласки мушки, то есть когда мужчина ласка женщины, он не может делать это, как бы сказать, постоянно. Потому что если постоянно делать одно и то же, да, ну, чувствительности теряются. Тискнет на определенные хитрости. кроме предварительных ласк и непропливных нужно еще давать женщине немного передохнуть. То есть, начав ласки и какое-то время их поддерживая после эту точку джи отпустить и даже не сильно передохнуть. Недолго, секунд 15-10 и продолжить. Возбуждение, если оно чуть-чуть появилось, оно как бы исчезнет, оно снизится, но после вособновления ласки появятся новые силы и пробьет потолок выраженности, долог интенсивности, то есть, будет сильнее. И вот так, раз до разу, подбуждение будет сильнее, 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 и как раз вы будете испытывать все более яркие эмоции, все более яркие чувства, все более яркое удовольствие. это делается не в одну ночь, но делается в несколько ночей, потому что сразу начать испытывать яркие эмоции, лягкие чувства вряд ли помосятся, особенно, если есть какая-то привычка, если есть какие-то устоявшиеся уже привычные модели поведения в сексе. И, собственно говоря, этот момент очень важен. Надеюсь, он вам понят. То есть, вы его услышали, он запись, и я надеюсь, что вы его воспримете. Дальше. Следующий момент. опять-таки, я не знаю, делали вы так или нет, знаете ли вы это или нет, но иногда для того, чтобы настроиться на нужный лад, женщине, мужчине, повторяю проще, мужчине, проще. Чтобы настроиться женщине на нужный лад, нужна целая серия. целая серия определенных событий. Это может быть романтический узел, полумрак, интимный, интимный свет. Это может быть тихая, но низкая музыка. Здесь небольшое пояснение. больше всего возбудает басы. Басы, медленная музыка. И, собственно говоря, немного алкоголя. Вот, честно, честно, может быть, вы все это знаете, но, тем не менее, должен был это сказать, потому что, ну, если бы не спросал, то была бы неполная информация, мне об этом не хотелось. знаете, простите, ради Бога. Эти моменты тоже очень важны. И вот здесь мы переходим к самому главному. Женщина любит неожиданность, женщина любит именно ласку, тогда как мужчине все это не нужно. И мужчине, чтобы получить орган, нужно, как правило, в лучшем случае, 5-10 минут. нам больше меньше. Бывают, конечно, те, кто и полчаса, могут и час, но это, сказать, скорее, исключение из правил. Как правило, 5-10 минут. Мужине сложно, чтобы получить орган. Женщина все не так. Женщина получает орган долго, и если у женщины есть определенные особенности, ну вот, какой орган она получает, то, соответственно, под этот вид оргазма, ну и подстраиваются. Самый распространенный вид, это вагинальный и клиторальный. Значит, вагинальный это при непосредственном половой маске и понятно, что при условии мучкового органма, достижения мучкового органма в 5-10 минут, сложно говорить о том, что, если он таким образом получит удовольствие. В таком случае, здесь можно использовать либо альтернативные способы, либо предварительные ласки настолько, чтобы вы уже прямо с ума сходили, чтобы вас в глазах всемнело от желания. И здесь мы опять-таки упираемся в момент. Женщине нужны ласки, нужны поцелуи, нужны прикосновения, нужна длительность, нежность и неторопливость. И вот это именно то, что вам мощный дает. Он не целует вас, он не ласкает вас, и вы не описали точно подробно, но тем не менее. И вы знаете, ничего удивительного в том, что вы никогда не испытывали альгаза, нет. Вот эти моменты вам нужно для себя пометить, донести дому ее и сказать, дорогой, нечего меня с собой сравнивать. Я не такая, как ты. У меня совсем другое строение организма. Я женщина, и я возбуждаюсь не так, как возбуждаешь ты. Тебе можно раз, два, три, хоп, готово. Я так не вас не UP. Он может испытывать. Как правило, женщина может испытывать или вагинальный или колитеральный оргазм. Кстати говоря, колитеральный это соответственно оргазм я по-моему не говорил. Колитеральный горгазм и когда женщина при симуляции именно это. Значит, в этом случае можно говорить о дальних ласках, что это, по сути, всего-то в том, что ваш муж вам не делает. Ваш муж вам этого не доставляет. И вот именно его брезгливость, психологический барьер от этого и является психологической проблемой. Но эта проблема скорее, знаете как, можно эту проблему решать с разных аспектов. Можно решать эту проблему как психологическую. То есть брезгливость как непонимание, непридание значения этим действиям под силу мужского восприятия. Да, то есть зачем женщину целовать, зачем женщину, там, я не знаю, ласкать, зачем женщине делать что-то такое, если я мужчина и, в общем-то, все у меня хорошо. Я самец, да, и здорово. То есть если мужчина действительно не понимает этого, не понимает, насколько вам это важно, не понимает все особенности вашего организма, женского организма, женского возбуждения, женской сексуальности, то в таком случае мы с ним работаем психологически. Если он хотел бы вас поцеловать, хотел бы доставить вам ласки, ну, ласкать его, но не может, что-то ему не дает на внутреннем уровне, то здесь вам нужно обращаться к сексологу, потому что это что-то из детства, и это, ну, проблема, соответственно, в сексе. И, да, можно поработать с ними, и психологически тоже, но есть риск навредить. То есть вот такие моменты. Важно понять природу. Природа и его нежелание вас ласкать. Дальше. Значит, если говорить про... Следующий, ну, про точку G, то вообще-то говоря, у каждого человека, ну, в особенности у женщин, они находятся в самых разных местах. Вот у кого-то, может быть, на спине, вот, знаете, просто вот рукой на спине проведешь женщину, да, и все, она уже возбуждена. Кому-то нравится, например, там, ну, ласки, например, под подмышки. Кому-то там, может быть, что-то ищет. Нужно исследовать свое тело. Исследовать вместе с вашим мужем. Самое лучшее средство для исследования тела является массаж. Опять-таки, я не знаю, делали вы это или не делали. Если нет, то прошу меня простить. Я хочу вам помочь. И все, что известно мне в этой сфере, я стараюсь донести вам. Массаж. Массаж эротический, массаж, ну, как бы, со стороны вашего мужа. То есть, муж вам делает массаж. Массаж этот нужно делать под музыку, расслабляющую нишку. Ну, и, соответственно, чтобы ваш муж исследовал руками все ваше тело. А вы, вы следите внимательно, ну, как следите. Не надо, прям, знаете, вот, напряженно ждать. Вот, напряженно ждать. Сначала просто расслабьтесь и попробуйте отдаться этому наслаждению. Вообще ни о чем не думать в этот момент. В этот момент. Ну, и чувствуйте, как мужчина ласкает ваше тело. Вот, в этот момент он будет оттягивать всевозможные точки, ну, точка, возможно, точка G. Классические точки G находятся у вас, ну, в половых органах, груди, шеи, шеи, это понятно. Но есть еще и другие. И вот эти другие нужно найти, чтобы потом на них воздействовать. Некоторые женщины могут испытывать удовольствие просто в оплавку груди. Такое тоже бывает. И вам этот момент тоже нужно исследовать. То есть, вы не знаете свое тело. Вы не имеете представления о его возможностях. Вы не отдаете себе отчет в том, на что она способна. Какие тайны себе кроет. А если вы будете это делать, то это очень увлекательное и интересное занятие. Достигать свое тело, порновать точки G и так далее. У мужчины они точно есть. И это тоже самые неожиданные места. И если вы будете его исследовать, ну, так, чтобы, например, ему было не обидно, допустим, то это будет еще больше, ну, еще больше эффективности будет этих моментов. Вот, в принципе, то, что касается, в одном, вообще, общих принципов, власть. Дальше. Если ваш муж, ну, скажем так, быстро кончает, такое бывает, то можно использовать всевозможные средства для того, чтобы замедлить процесс этот. Рекомендует использовать средства защиты. Они снижают чувствительность средства защиты. Рекомендует отвлекаться в момент плохого акта. То есть, ну, не думать, ага, о том, что вы делаете. То есть, мужчине нужно стараться думать о чем-то другом, чтобы снижать уровень своего возбуждения. Это тяжело, но тем не менее. И существует еще такое упражнение для, знаете, для тренировки мышцам. Вот, честно скажу вам, не помню, как называется эта мышца. Постараюсь вспомнить. Вы меня просите, пожалуйста, еще раз повторю. Это, ну, это не моя, как бы, это не моя специальность. Вот. Я попробую, я попробую вам помочь, я попробую найти эту мышцу. Вот. Ага. Но, тем не менее, если я ее не найду, то я вам сразу расскажу, значит, как правильно, ну, как правильно работать, как правильно, там, вести себя, как правильно делать упражнение. Значит, эта мышца отвечает за тот, ну, за тот самый, за тот самый орган, который участвует напрямую в сексе. И это мы, это мы, это мы, это мы, это мы, это мышцы можно почувствовать, да? Когда, вы знаете, ну, если уж мы говорим про такие личные вещи, то я надеюсь, надеюсь, вы поймете меня правильно. Когда мы входим в туалет по-маленькому, да, когда мы входим в туалет по-маленькому, вы, наверное, у вас были такие моменты, что вы, вот, начинали процесс, и вам приходилось его задерживать. Или, может быть, вы когда-нибудь сдавали на анализ смачу, значит, вот, так, я нашел эту информацию, значит, называется это упражнение кегеля. Упражнение кегеля для тренировки, так сказать, значит, паховой мыши. А, значит, вы знаете о том, что, теперь вы знаете, что когда вы, вот, задерживаете процесс молчевоспускания, вы, вы, собственно, можете ощутить эту мысль. Значит, эта мысль, ее нужно, ее можно тренировать. И если эту мысль тренировать, то, ну, как бы, улучшится все показатели в интимной сфере, как у вас, так и у вашего мужчины. Значит, после тренировки этой мысли, женщины отмечали такой результат, как усиление либидо, яркость, оргазма, контроль над собственным телом. Ну, и, собственно, этот метод применяли для лечения фрегидности. Хотя, мы с вами и говорили о том, что фрегидность, это не болезнь. То есть, ее, как таковой, нет. Значит, что нужно? Ну, во-первых, поначалу, это мысли в реальности она действительно получает очень мало нагрузка. И поэтому является достаточно слабой. Активизируется она использоваться только во время, как правило, именно секса. Во время возбуждения умничества. Значит, находится она между у мужчины между анусом и мошонкой. И называется эта мысль лобково-клопчиковой. И если мужчине не удается задержать мощь спускания, то значит, можно и нужно пытаться его задержать на несколько секунд хотя бы и в дальнейшем применять эти упражнения. В дальнейшем применять уже следующие упражнения. То есть, сперва вы пытаетесь задерживать развес мочи спускания. Этот процесс, он этот процесс достаточно легкий, он едва ли не самый легкий, потому что именно с этого начинается. все. А дальше? Дальше нужно учиться чувствовать и управлять этой мышцей. Для этого нужно напрягать и расслаблять ее, но необходимо следить за правильностью и полностью расслабляться после напряжения. то есть, когда вы или вас мужчина и вы будете уметь задерживать мочи спускания, у вас появится ощущение этой мышцы. Вы будете ее чувствовать и будете знать, как ее напрягать. И когда вы будете это делать уже без привязки к определенному процессу, то очень важно ее расслабить, очень важно ее полностью расслаблять. А при этом обычно напрягаются мышцы живота и ягодиц. если если так, то этого делать не нужно. Подобные напряжения, то есть, сколько раз вам нужно мышцу так напрячь, вообще, достаточно 10 раз по по 2-3 подхода в день, то есть в день по 2-33 раза. В день по 2-3 раза, по 10 раз. Ну и постепенно, по мере выносливости, ну, можно увеличить это упражнение, количество напряжений, количество сокращений до 150 раз. Ну, это, как бы, в идеале. После достижения закрепления результатов можно переходить к следующему более серьезному упражнению. Сократите мышцу и попробуйте ее удержать хотя бы до 3-х секунд. То есть на 3 секунды нужно удержать мышцу в сокращенном состоянии. И чередовается расслабление, которое является равным времени сокращения. То есть на 3 секунды мышцу сократили, на 3 секунды расслабили. На 3 секунды сократили, на 3 секунды расслабили. И так нужно делать 10 раз в начале, потом довести постепенно до 50 раз в день. Ну, а ритм упражнения вам нужно подобрать для себя самостоятельно. нужно отдельно сказать, что наиболее важным здесь расслабление. Если не расслаблять полностью мышцу, то можно себе навредить. Следующая форма упрощения заключается в том, когда вы уже научитесь делать все это, следующая форма упражнения это когда вы не сильно напряжете мышцу, удержите в течение 5 секунд. Потом не расслабляя напряжете еще сильнее и снова удержите. Напоминает такой некий подъем. Может быть подъем всего бы ни было постепенно. И так каждый раз. Необходимо стараться удерживать силу напряжения мышцы. Количество вот этих подъемов может быть до 5. То есть 5 ступеней напряжения мышцы. Количество повторов не страшно. То есть 5 ступеней напрягли и напрягли расслабили. 5 ступеней напрягли и расслабили и так не страшно. Расслаблять мышцу при данном упражнении рекомендуется после достижения верхнего уровня напряжения. Ну значит гораздо эффективнее будет постепенное закрепление результатов. Интимные мышцы должны запоминать запомнить применяемую силу для каждого уровня напряжения. то есть вам в этом упражнении потребуется именно регулировать напряжение этой мышцы. Ну и я надеюсь не нужно напоминать что это способствует ее развитию. Ну и наконец последняя последняя форма этого упражнения и она называет трепет. Значит нужно быстро напрягать и расслаблять эту мышцу. Данное упражнение подготавливает к расслаблению уставшие мышцы. Количество выполнения упражнения 10 раз. Как вы видите комплекс упражнений несложен доступен для выполнения но хотелось бы вас предостеречь от определенных ошибок. Дыхание лучше поддерживать глубоким и свободным избегать задержки дыхания. Когда вы выполняете упражнения не используйте мышцы живота и ягодиц. обязательно наслабляйте свои мышцы и не забывайте про регулярность. Только регулярность упражнений поможет вам добиться определенных результатов. это упражнение полезно я еще раз повторю как для вас так и для мужчин. При правильном выполнении и при правильной дозировке нагрузки комплекс упражнений не имеет противопоказаний. то есть он полезен для каждого. Исключение только составляет наличие заболевания передающихся половым путем. Так как эти упражнения могут спровоцировать обострение инфекции. Вы говорили что у вас имеются определенные заболевания. Постарайтесь проконсультироваться с врачом насколько оно у вас активно может ли оно обостриться при таком заболевании. Если может то вам это не подходит. Но как правило вообще для женщин это тоже очень полезно. Но вообще говоря полезно это в большей степени для мужчин. А потому еще раз говорю не бывает фрагивных женщин. Бывают мужчины которые не готовы своей женщине предоставить наслаждение и удовольствие так как она того хочет. Значит упражнения я надеюсь понятно упражнения можно выполнять дома они не занимают много времени но я думаю что их можно выполнять и где угодно. Потому что вы знаете часто было так что едешь там метро где-то еще и вместо того чтобы читать какую-нибудь газету или книгу можно потренировать эту мысль. А если вы делаете это образом своей жизни то тем более все будет хорошо вы будете постоянно тренировать и результат я думаю искать себя не заставит. Вот такое упражнение упражнение в кегеле я вам подсказал для выполнения. Ну и теперь значит под конец мне бы хотелось значит вам сказать следующее что по сути ваш вопрос я разобрал кроме наверное того ну вообще все все разобрал то есть дофилием дофилием мы с вами поговорили про охлаждение мы с вами тоже проговорили немного и так далее и так далее все моменты я затронул основной вопрос который остается открыт до сих пор это вопрос связанный с тем как работать с мутин вот но на него я тоже вам ответил простите но по самолюбию очень сильно бьет когда мужчина не хочет целовать свою вроде бы как любимую женщину вы знаете это не задает эффект близости а для женщины очень важен этот эффект и последнее что мне хотелось бы вам сказать по поводу оральных ласк если таковые у вас будут если мужчина все-таки захочет попробовать сделать это что в первую очередь постарайтесь помочь ему преодолеть близливость и вам можно использовать всякие ароматические средства чтобы если дело в этом чтобы ему не было неприятно следует помнить что значит орали ласки женщины нужно делать так же с умом большим умом не набрасываться не быть грубым быть очень медленным нежным чутким и понять что нет единого подхода к тому чтобы доставить удовольствие женщине через оральную ласку поскольку поскольку это на самом деле целое искусство искусство оральных ласк то не то чтобы я хотел это дать это знаете сделать это как отдельный ответ нет я пожалуй не хотел потому что это не моя специфика хочу сказать только то что там есть ряд особенностей а эти особенности лучше наверное послушать самостоятельно если вас эта тема заинтересует просто напишите там давайте куникунилингус например да и вы в принципе найдете много информации по этой теме вы знаете я вам хотел бы только сказать о том что вы можете не найти в этих инструкциях в этих моментах первое это то что мужчина ну практически каждый мужчина смотрел ротик упорно и модель ласок у него как правило берется оттуда так вот там мужчины очень жестко грубо женщина ласкает это не так это неправильно значит скрыва очень обильные очень ну продолжительные предварительные ласки потом постепенное приближение собственно к самому центру центру женского удовольствия и далее медленные медленные ласки у жертв предварительно нужно как бы предоставить себе простор для этого то есть нужно вот раздвинуть верхние верхние губы половые чтобы было удобнее ласкать а дальше прям быстро сделаем такой момент дело в том что если ласкать языком то язык быстро устает и естественно ничего хорошего из этого не получается так а вот мышцы шеи например устают уже не так быстро и поэтому здесь рекомендуется немного язык вытащить его развернуть чтобы он был широким как вы знаете язык может быть узким напряженным и широким широким напряженным ой широким расслабленным и вот таким вот широким расслабленным языком удерживая его головой двигая головой двигая шеей начинать ласки как начинать ласки ласки нужно начинать рисуя букву а б в и г например то есть по сути движение головы это изображение определенной буквы движение наискозь движение вверх-вниз справа налево по диагонали и вот какое-то из этих движений вызовет у вас наибольшее удовольствие это при условии наличия предварительных ласк и в общем-то возбуждения и вот в таком в таком случае в таком моменте можно и нужно именно вот эту наиболее эффективную траекторию движения использовать а буквы здесь даны для того чтобы эту траекторию найти если весь алфавит прошли мужчина прошел и эффективного движения не нашел значит мужчина возвращался назад и заново начинает предварительные ласки где-то где-то была ошибка где-то что-то идет что-то не так женщина не расслабилась женщина недостаточно возбудилась предварительными ласками и так далее этот момент который вы можете не найти в инструкциях ну вот в принципе еще что можно вам по этому поводу рассказать по крайней мере именно на ваш запрос который был в тексте я пытался ответить максимально надеюсь что помог вам заранее прошу прощения если что-то сказал такое что вы уже знали например тем не менее я старался я старался вам помочь всего доброго